Здравствуйте, друзья! Мы находимся на Ранче Биберт. И сегодня мы будем готовить настоящий, очень вкусный и полезный ржаной хлеб. Мастер-класс проведет шеф-повар Артем Аганесов. Здравствуйте! Артем, итак, рассказывайте, чтобы испечь настоящий ржаной хлеб, что нам понадобится? Нам понадобится закваска настоящая, то есть на основе ржаной муки и воды, сама ржаная мука, ржаной солод, гималайская соль и растительное масло. Хотел бы немножко рассказать о закваске. Что мы используем? Воду и ржаную муку. То есть эту закваску можно приготовить в течение пяти дней. Но мы используем технологию приготовления пасты Педро. Что это за паста? Эту пасту готовят итальянцы. В течение двух недель она готовится. То есть каждый день мы ее подкармливаем. Изначально? Да. Изначально у нас получается 100 грамм воды, 100 грамм ржаной муки. И на протяжении 14 дней мы добавляем постоянно воду и муку. За счет этого она у нас получается натуральной, без дрожжей. Чем она полезна? Во-первых, натуральная закваска вырабатывает кисломолочную продукцию, за счет чего наш организм работает лучше, нежели чем на дрожжевой. Дрожжи у нас вырабатывают спирт. Замешиваем тесто. Добавляем в муку закваску, солод, соль и воду. И получаем вкусный и полезный хлеб. Во-первых, в этом продукте ржаной муки содержатся такие витамины, как В и В1. Эти витамины способствуют улучшению мозговой деятельности и ненарушению нервной системы глазного яблока. Да вы что? Да. Далее улучшает кишечник, пищеварение, очищает шлаки, выводит, так сказать, из организма все, что не нужно. Детям до 7 месяцев советуют его давать в виде сухарика, но не более 7 грамм в день. То есть взрослому человеку норма составляет от 100 до 150 грамм. Я знаю, что многие люди сейчас отказываются есть хлеб. Это абсолютное зло, они убеждены. Это вред организму. В общем, куча-куча всяких негативных последствий. И они хлеб не едят. Вот тогда этим людям можно посоветовать. Берите, пеките ржаной хлеб. Правильно? Абсолютно верно. Почему? Потому что, во-первых, у нас на 100 грамм ржаного хлеба 210 килокалорий. То есть это, ну, мизер. Да, это практически не... Учитывая то, что человеку положена в день норма от 100 до 150 грамм. То есть он получит необходимые витамины для своего организма. И тем самым не навредит себе. Так нужно тогда на поток поставить. Как думаете? Вот вы испекли и привезли куда-нибудь в магазины республиканской столицы. И, например, хлеб от шеф-повара Артема или от раньше Биберт. Ну, и будут же люди покупать. Мы вот сейчас расскажем, какой он полезный. Как думаете? Думаю, что будут покупать. Почему нет? Вот, ведь хлеб, посмотрите, сколько продают. Но я вам скажу, не везде же он натуральный. За мороженый хлеб достали, в печку засунули, выпекли. Пахнет вкусно, вид аппетитный. А на самом деле ноль пульсов. Правильно? Согласен. Даже учитывая сейчас некоторые ученые проводили эксперименты. Брали хлеб, кидали его в холодильник. И спустя несколько месяцев он не менялся. То есть он не портился. То есть задаваться можно вопросом, из чего он тогда состоит. Вот. И я же про то. А здесь он натуральный. Вот, Артем, я вам подсказала бизнес-идею. С вас, Макарыч. Давайте тогда долю. Чтобы это было честнее. Осталось только открыть магазин, наладить выпуск. Тесто готово. Отправляем его в форму на расстойку на полчаса. А мы пока займемся другим блюдом. На Биберде люди гостеприимны. Поэтому, чтобы мы не давились одним хоть очень вкусным, полезным хлебом, мы сейчас приготовим еще одно блюдо, которое называется... Бабулиной жаркой оно у нас называется. Но в простонародье его все знают как гуляш. А, гуляш. Ну, красиво названо. Такой маркетинговый хонг. Да, и чем оно отличается от других гуляшей, так сказать, мы его будем подавать в нашем хлебе ржаном. Да, вот что? Мне нравится эта идея. Давайте быстренько готовить морковка, лук, овощи. Пожалуйста, пока морковь кубиком нарежьте, а я нарежу мясо. Хорошо, кубиками. Да. Дорогие друзья, пока мы режем, я хочу вам открыть один секрет. Вот, несмотря на то, что наш Артем, достаточно молодой человек, у него столько достижений, он с 14 лет работает. Артем, расскажите, чего вы достигли за 19 лет работы шеф-поварной? Ну, самое веселое, что со мной произошло, это в 2018 году я участвовал на установлении рекорда России по приготовлению салата селедка под шубой весом в 1 тонну 18 килограмм. 1 тонна 18 килограмм. А как все мы готовили? Это было весело, на самом деле. Это проходило все в измаиловском Кремле, в городе Москва. У нас там собралось около 50 шеф-поваров, то есть со всей России приехали. Даже участвовали аргентинцы, помню, даже был африканец один, звали его Гокос. Гокос? Да. Он тоже любит селедку под шубой, что ли? Не знаю, как насчет любит, но живя в России, наверное, жизнь заставила. Ой, это ж сколько селедки туда ушло? 220 килограмм ушло селедки туда. Вы ее чистили всю? Да. То есть у нас было использовалось 5 ингредиентов. Все 5 ингредиентов использовались весом в 200 килограмм. И сколько вы ее готовили? Часов 5 точно. Ужас. Потереть, почистить, все бедные. И что, вкусно получилось? Скажу так, вот люди разорвали нам палатку. Да, мы что? Мы эту тонну селедки раздавали гостям, которые были на данном фестивале. Сами-то попробовали? Нет, не досталось. Ну, это же не одно ваше достижение. Нет, участвовал в чемпионатах, являюсь членом Ассоциации кулинаров России, членом Ассоциации кулинаров Северного Кавказа. Такая частная организация, как Шейф Там, Глобал. Работа 18-летняя заставляет участвовать во всех данных мероприятиях, связанных с кулинарией. Также общаться с шеф-поварами, с коллегами, со своими. То есть все эти ассоциации, чем хороши, тем то, что мы можем обмениваться опытом. То есть элементарно, допустим, и у нас сейчас доступно интернет, все есть. Но опять же, есть техника приготовления разных блюд. То есть одно блюдо может приготовить 10 поваров, и все по-разному. Все по-разному. И у всех будет вкус разный. А почему? Все зависит от техника приготовления. Допустим, вы борщ как готовите дома? Ну вот по одному рецепту. Вы натираете овощи или нарезаете? Нарезаю. Вот. А кто-то натирает, все, вкус меняется. То есть уже сок этих овощей уходит не в само блюдо, а на доску, на которую вы натираете. Артем, есть у вас какая-нибудь такая вот мечта, мечта, вот самая такая? Голубая-преголубая. Связанная с кулинарией? Ну да, с вашей профессией, естественно. Знаете, есть такое понятие, как основа современной кухни зародилась во Франции. Таким поваром, как Поль Бекюз. Сейчас есть чемпионат такой, Бекюздор называется. То есть это своего рода поварской Оскар. За последние 20 лет Россия попадала в 50-ку. То есть даже не в 10-ку. Но в прошлом году шеф-повар Виктор Белей, участвуя на данном чемпионате, попал в 20-ку. То есть это уже большое достижение для нашей страны. Хотелось бы хотя бы просто поприсутствовать при этом чемпионате. То есть на самом деле можно много чему научиться. Опять же, о технике, о которой мы с вами говорили. Также, естественно, и блюда новые увидеть. То только поучаствовать и все, может быть, все-таки стать лучше? Скажу вот так. Вот эта профессия настолько разносторонняя, что даже нельзя научиться за всю жизнь 10%. То есть каждый день что-то новое появляется. И повар физически просто не сможет знать все. Одна из самых сложных профессий. Я уверен в этом. Потому что элементарно сейчас мы с вами готовим гуляш. Он у нас называется бабулино-жаркое. В Венгрии это суп пастухов. Да? То есть опять же. Своя технология, свой мясо, свой продукт. Абсолютно верно. То есть я говорю еще раз. Когда товар говорит, что я все знаю, все могу, это неправда. Он может знать 10% и не более. А кто знает остальные 90? Никто. Вообще никто? Никто. Здравствуйте. А во Франции академии кулинарные люди заканчивают. Потом рестораны, там звезды, Мишленка. Хорошо. А как же в Китай? Что китай? Во Франции закончили академию, отучились готовить круассаны. А в Китае делают пельмени китайские, которые называются гёдзе. Францужи не умеют делать гёдзе? Нет. Не умеют. Ну вот, я же говорю, кулинария – это такая вещь, которой не научишься никогда всему. Как интересно. То есть есть куда расти. Постоянно ты куда-то движешься. Поняла. А вам самим, Артем, вот какая кухня больше всего нравится? Естественно, мы живем на Кавказе, кавказская кухня. Она жирная, вкусная, питательная. И поэтому на Биберде, если мы приедем, мы тут встретим блюда кавказской кухни. Естественно. Здесь как бы мы готовим не только кавказскую, европейскую кухню мы тоже предлагаем нашим гостям. Ну, например, европейскую, что ли? Ну, хорошо, возьмем, приготовим элементарно салат с розбифом. На Кавказе нет такого понятия, как розбиф. Нет, это они не знают. Розбиф – это у нас телятина запеченная, степень прожарки составляет medium well, то есть с легким розовым оттенком. Допустим, наш менталитет может ее оценить как сырую, но в Европе это классика. Ну, пусть в Европе классика, давайте ориентироваться на нас все-таки. У нас люди кушают, мы прибиваем. А все-таки вот на Биберде вы не первый день готовите, какие блюда пользуются, неизменно популярные? Тут же свадьбы проходят сюда? Знаете, у нас самое популярное, это получается вот бабульное жаркою, которое мы будем с вами готовить. И у нас есть такое блюдо – телятина на мангале. То есть наинежнейшее мясо, и эта позиция у нас топовая, то есть часто продаваемая. Артем, я же забыла у вас самое главное спросить. Вы мясо, я смотрю, так резво порезали. Что это такое красивое? Что это за говядь? Это часть, которую не видела солнца. Вырезка. То есть тонкий край. Самое нежное мясо, то есть не мышечное мясо. За счет того, что оно не видело солнце, так называют эту часть мяса, мы будем его готовить в нашей печи, оно будет наинежнейшее. У наших фермеров покупали? Конечно. Точно? Точно. Хорошо, договорились, тогда будем. У нас все региональные продукты. Красавчик. Ну вот, все ингредиенты готовы. Выкладываем их на сковороду, посыпаем зеленью и отправляем наш хлеб и жаркою в печь. А пока наши блюда будут томиться, предлагаю прогуляться по Биберду. Кстати, знаете, почему он так называется? Потому что когда-то на этих землях, вблизи аула Эль-Бурган, располагался старинный аул Биберд. Сегодня раньше Биберд можно смело назвать такой же достопримечательностью Карачао-Черкесии, как Архейс, Дамбай или Медовые водопады. Да, здесь нет высоких гор и ледников, но местность тут не менее живописная. Два озера, своя пасека, редкие деревья и то, что отсутствует на знаменитых горнолыжных курортах. Тишина и уют. Особое очарование Биберда и вот на стиль черкесов и абазин. Мазанки, камыш, дерево очень органично вписываются в местный ландшафт, создают свой неповторимый колорит. Здесь нет ярких красок, кричащей роскоши. Все сдержанно и элегантно. На Биберде играют свадьбы, отмечают торжественные события, а на выходные с удовольствием приезжают семьи с детьми. Нагулявшись и набравшись впечатлений, гости могут подкрепиться в нашем ресторанчике, который хозяин Биберда, известный предприниматель Вячеслав Дерев, называет по-старинным еданием. Ну что ж, вы тоже нагулялись, пора отправляться на кухню. Наша бабульная Жаркоя наверняка готова. Боже мой, вот это наше Жаркоя, да? Это вот так вот человеку на тарелке подают. Да. И прямо с хлебом ешь. Да. Боже мой, как пахнет. Ой, мне кажется, такую красоту даже и портить жалко. Ну что, давайте попробуем, что у нас получилось. Давайте. Мы же вместе готовили. Так. Ну что, Артем, я вам скажу, это не Жаркоя, бабулина. Да не пугайтесь, потому что это не Жаркоя, а просто пальчики оближешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!